Я был молод и неопытен. Война пришла нежданно. От короля не было вестей. Страна разваливалась на глаза. Людей резали, как скот. Горели дома. Плодородные поля сменялись пустошами. Скоро война пришла и к нам. Люди готовились защищаться. Как будто могли на что-то надеяться. А мой лорд наблюдал за всем этим и ждал неизбежно. В глубине души я знал, что моего лорда ждет поражение. Но для меня война только начиналась. Эпоха бесконечных войн и чистолюбивых замыслов. Стронхолд 2 Твой дом, твоя крепость. Были еще части, там, кроссайдерс и так далее. Но они мало чем отличались от первой части. Они также были построены на том же самом движке, в отличии от этой части. Эта часть была уже построена на движке 3D. То есть, графика 3D, более современная, интересующая игроков. Но, в целом, сохраняющая концепцию прошлых игр. Небольшими отличиями было то, что некоторых юнитов можно было купить за престиж. Так он там назывался или как-то так он назывался. То есть, можно было с помощью онлайн-игр, каких-то баталий, каких-то еще матчей накапливать престиж. С помощью которого можно было покупать или заказывать или нанимать тех или иных воинов. Которые так просто были не сильно так и доступны. И, конечно же, как я уже сказал, 3D-движок это ключевая особенность, которая отличалась от предыдущих частей. Еще были, вдобавок ко всему, введены интересные такие моменты, как полуавтономные деревни. То есть, этими полуавтономными деревнями управлял полностью или частично искусственный интеллект. Можно было самому брать управление. Вот такие вот особенности, конечно же, были внесены в игровой процесс. Очень жаль, что Stronghold в последнее время выходит очень редко. Последняя часть вышла в 2019 году и то у нее очень какие-то смешанные отзывы. Возьму путь мира. Смотрите, описание идет такое. Более мягкий режим игры, ориентированный в основном на мирное строительство. В основном. Время государева, свободный режим, пользовательский режим. Вот как раз про свободный режим. И мы поиграем. Совсем маленькое количество карт, но это, конечно же, рассчитано на то, чтобы игрокам дали возможность пользоваться редактором. Я больше чем уверен, есть какие-нибудь карты, которые в огромном количестве насоздавали игроки. Давайте в эту какую-нибудь. Так, друзья. Я отыграл одну игру за кадром и там был полный провал. Надеюсь, здесь получится немножко получше, потому что там было просто жесть. Так, хорошо. Выгребную яму я сразу понял, что неправильно то, что я ее не поставил. Суд нужен наверняка для того, чтобы люди, преступники, там дохерина просто преступников было, которые наглели, мягко говоря, наглели. Прям вообще жесть. Охотничья избушка. Пару штучек поставим. И древесина, лесопилка. Лесопилочку мы где-то здесь вот поближе поставим. Две. Может три, да? Давайте три поставим. Чтобы они быстрее добывали все это дело. Людей 8 из 8, конечно же, я забыл в первый раз поставить хижины. Думаю, что не приходят люди, потому что никуда селиться. Просто тупо некуда было селиться. А вот. Суд. Вот теперь в суде они вряд ли осмелятся рядом с судом воровать еду. За что были, собственно, люди недовольны очень сильно. Теперь можно заняться яблоневыми садами. Так же поставить... Дерево закончилось, понял. О, кухню. Можно сразу кухню залепить. И вот как раз можно еще поставить молочную ферму. Сырочек там будет делаться. А потом чуть-чуть попозже... А, уже пшеничное можно поставить. Уже можно. Сразу, наверное, мельницу нужно будет поставить. Християнин пошел по дурной дорожке. Вот, понимаете, да? По дурной дорожке пошел он. И надо его как-то поймать. Вот видите, чучело идет. Пошел воровать, короче. Давайте посмотрим. Стоп, 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 стоп. Я хочу на паузу поставить и почитать, что дает. Здание суда состоит из двух частей. Тюрьма, куда стражник запирает преступников до суда. И зала суда, где судья решает судьбу преступников. После вынесения приговора судья или палач, если он есть, отводит преступника к соответствующему орудию пыток, чтобы исполнить приговор. Смотри, так же, виселица, костер, плаха, клетка, дыба, колодки, место для порки, пыточное колесо, позорная маска, стул для клеймения, постража, постражи и гильдия палачей. Вот постражи мне нужен. Отсюда ваши стражники следят за преступниками. Заметьте, преступника не задерживают его. Вот, 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 это я как раз таки упустил. Постража, пожалуйста, поставьте мне сюда. Ах ты, блин. Ладно, снимаем с паузы. Где-то здесь была, вот, гильдия палача, кстати, есть. Она здесь есть также виселица, но это все как-то слишком кучеряво дорого. Можно, говорю, поставить преступник, блин, забаговалась надпись. Люди любят вас, мой лорд. Доброе утро, мой лорд. М-м-м, клетка. Так, все, стражник сработал, отлично, просто прекрасно. Просто прекраснейшим образом. Колодки можно еще поставить. Здесь что-то происходит. Почему человек сюда не идет работать? В здании нет работников. Почему? В здании нет работников. Вот эти вот дебилы, которые здесь сидят, почему они не идут туда? Гильдию мини-стрелли, наверное, надо поставить, да? Вооружение пока что я не вижу смысла ставить. У меня есть такое подозрение, что игра забагована. Потому что почему-то вот... В здании нет работников. У меня очень много свободных работников, но никто не идет работать. Например, почему сюда они не идут работать? Почему сюда не идут? Почему сюда не идут? Не ясно, очень не ясно это. Вот сюда пошел работать, а в другое место не пошел. Почему? Люди уходят из замка. Недовольны уже. Чем они недовольны, хер его знают? Видите, сюда пошел, сюда не пошел. В здании нет работников. Видите, он... Видите, виселица, да, нарисована? Типа он... Время реабилитации. А, серьезно, блин. Это работник, который здесь... Ооо, ну это, конечно, жопа. Придумано прикольно. Заменить этого работника никак. Видите, да, вернулся, действительно. Он там сидел в клетке и вернулся на свое рабочее место. Вот у... Просто жесть. А этот сидит вот здесь на плахе, небось. А другой преступник где? А, ну понятно, вот здесь. Все ясно, все выяснилось. Ой-ой-ой-ой. Мне, видите, что опять-таки напрягает? Я не вижу, сколько у меня жратвы. То есть, если в прошлых... В прошлых сериях амбар просто так вот наполовинку там здания срезалось, да? И я видел очень хорошо, сколько там чего, кого и какие там лежат продукты. И имело ли смысл там, допустим, добавлять что-то или что-то убавлять? Опять у нас 17 человек, 18 человек. Все поуходили нахер. Люди любят вас. Но это не точно. Такой бред. Может быть, я, конечно, что-то делаю не так. Вы можете обязательно мне написать об этом в комментариях, если играли в эту игру. Я просто уже нихера не помню и вспоминать очень тяжело. Овчарня. Зачем овчарня? Пускай будет, да? Не может быть, что 5 человек у меня осталось. Люди ненавидят вас, царь. Ладно. А что-то из развлечений есть? Пыточное колесо. Отличное развлечение, мне кажется, нет? О! Там ни хера никто не работает. Монумент поставлю себе. Царь. Это что? Ярмарка. Отлично. Камень возят. На каменоломе никто не работает. Ясен. У нас стражников нету. Понимаете? Такая зависимость получается, что у меня стражников нету. То есть, стражников нету. Он не сажает человека, который ворует. Ворует тот, кто ворует. Он ухудшает репутацию. И люди становятся недовольными. Все это замкнутый круг получается. Класс. Правда? Может, поэтому Stronghold 2 была не такая сильно популярная? Мне очень сильно понравился Stronghold 3. Но она, по-моему, 15-го или 14-го года. То есть, такая уже более-менее современная. Люди не приходят. Просто не приходят, и все. А что, если пойти на хитрость, поставить еще хижин? Хитрость не удалась. В здании нет работников, сэр. Люди неплохо к вам относятся, господин. Безработный один. Работать! Люди вас весьма уважают. А куда ярмарка свернулась? Прикольно. Смотрите. Как будто бы ничего не бывало, да? Люди приходят, работают. Все нормально. В здании нет работников, сэр. Просто фантастика какая-то. Очень странно. Очень странно работает здесь. В здании нет работников, сэр. И они опять недовольны, понимаете? Я просто не понимаю... Какого хера они все недовольны? Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Крестьянин должен сидеть в таком случае. На дыбе. Крайне неудобный амбар. Нужен, чтобы на складе отображалось где-то в отдельном месте. Возможно, есть какие-либо моды. Это не точно, конечно, но... Господи, зачем это нужно было водить? Смотреть на замок. Нафига это нужно? Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Можешь, если пару тварей сжечь... Почему налоги никто не собирает? Я вот это не пойму. Наемников никаких нет, естественно. Камень вроде добывает, но что-то никто нигде. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Везут камни, наконец-то. О, даже привезли чуть-чуть. Кухня работает? Походу, работает. Трактир такой малень... Такой маленький трактир. И я такая... А, нет, все правильно. Немножко попутал я. Вот это пивоварня, это трактир. У вас когда-нибудь бывает дежавю? Крыса, вот смотрите. А что с крысами-то делать? Склад и крыса придавленная. На картинке. Когда-нибудь бывает дежавю? Да, рынок. Рынок поставим. Люди вас весьма уважают, мой лонг. Это ты мне, по-моему, врешь. Очень сильно. Нечистоты и крысы. Люди вас весьма уважают, мой лонг. Как закрыть эту херню, блин? Плохо то, что не отображается. Где вообще здания подобные стоят уже? Ну, так, более-менее. Более-менее. Так, я и не понял, как монеты добывать. Люди вас весьма уважают, мой лонг. Как поднять? Как вам поднять налоги с волоты? Люди вас весьма уважают, мой лонг. Крестьянин пошел по дубной дорожке, ваша светлость. Видите, не могу ничего поднять. Ой. Люди вас весьма уважают, мой лонг. Все это очень сильно странно. Воинов нанять нельзя. Деньги мы не зарабатываем. Другое что-то... О, сокровищница, может, нужна для того, чтобы зарабатывать деньги, а? Ну, так, если чуть-чуть подумать мозгами... В казне никаких изменений, мой лонг. Естественно. Если чуть-чуть подумать мозгами, то, может быть... Низкие налоги. Может быть, и что-нибудь получилось бы, да? Типа сборщика налогов. А что в палате леди будет? Просто палата леди. Нахер она нужна? Здесь живет ваша леди. Если на складе есть ткань, леди будут шить для нее платье. Когда гардероб будет полон, в замке будет устроен бал, что принесет вам уважение. Все остальное время леди купаются, отдыхают. Люди уходят из замка. Да и пошли нахер. Опять недовольные, смотрите. Люди ненавидят... Налоги минус, минус 16 и так далее. А, понял. Трактирщик сидит, значит... Эл и... Эл и никто не готовит, никто не веселится. Я понял. Отлично. Хороший вариант. Но нам бабки нужны. Потом можно будет убрать налоги. В казне никаких изменений. Низкий уровень доходов. А может еще и не доплачивать можно, да? Да. Большое жалование. Жалование. Прикиньте, можно жалование. Люди, приходите, вот вам бабки. В этом месяце еда не выдавалась. В смысле? А, ну правильно, потому что трактирщик пошел по кривой дорожке. Мудак. Где он сидит? Понятно. Здесь тоже сидит кто-то. Крестьянин пошел по дурной дорожке. Да вы запарили. Плохо живется, что ли? Никаких изменений, мой лахнет. Железный рудник, кстати, здесь где-то должен быть еще. Я что-то не вижу, где железо есть. Камень здесь. А, вот железо аж. А сарай-возчик, это что такое? В казне никаких изменений, мой лорд. Люди ненавидят вас, сарай. Какие изменчивые люди. Просто мрак какой-то. Я думаю, на этой печальной ноте можно закончить данное поселение и никогда к нему не возвращаться. Ребятки, кто знает в чем дело, почему такая вот хрень происходит, напишите мне обязательно об этом в комментариях. Мне будет интересно почитать, что я сделал не так. Я просто нифига не могу вспомнить. Вот реально не могу вспомнить, как будто бы я настолько малого времени в нее проиграл, что просто их как будто бы и нет. Но, ребятки, если вы что-то вспомнили из прошлого, или хотите, заинтересовались, хотите поиграть в эту версию игры, можете поиграть на десятке, на Windows 10, спокойно запускаться без каких-либо танцев с губном. Даже очень богатые настройки по графике, что, я считаю, очень даже неплохо. Поставь лайкос, напиши коммент, береги себя, всем удачи, пока.